Снежинка желаний Ирина Кудряшова Вероника шла по заснеженным улицам, разглядывая витрины с новогодними товарами. Игривая метелица кружила, увлекая в своем белом хороводе легкие холодные пушинки, крупные сверкающие снежинки и, вращая их по часовой стрелке, словно напоминала о том, что время не стоит на месте и любимый праздник приближается, отчего становилось только грустнее на душе. Обычно Вероника с радостью ждала этого дня и считала его волшебным, но не в этот раз. Предновогодняя суета увлекла весь город, вот только Веронике было совсем не до веселья. Новый год ей придется встречать в одиночестве, в маленькой комнатке, которую ей сняли родители на время учебы. Утешало только то, что это будет последний Новый год в чужом городе. С первого курса она ездила на новогодние праздники домой, а в этот раз назначили важный зачет на 31 декабря и попасть домой никак не получалось. Родители не могли приехать к ней из-за своих неотложных дел, и девушка была обречена на первый в жизни скучный праздник. Подруг у Вероники не было, все считали ее серой мышкой. Она была немного старомодной и потому другим с ней было неинтересно, да и ей самой все эти современные компании не нравились. В институте все шептались, что кроме книжек и наук Веронику ничего больше в жизни не интересует. Но они ошибались. В душе она была романтиком. Она свято верила, что настоящая любовь существует, что судьба непременно соединяет двух половинок. Она часто мечтала по ночам, каким будет ее будущий муж. Его образ она видела во сне, а в преддверии прошлого Нового года, когда она приехала к родителям на праздник, на автобусной остановке она увидела его. Он сидел у окна отъезжающего автобуса и, оглянувшись, задержал на ней взгляд и улыбнулся, несмело махнув рукой. Вероника тогда даже немного расстроилась, что упустила собственное счастье и засомневалась, что встреча произойдет еще раз, но потом успокоила себя тем, что от судьбы не убежишь, как ни старайся. Вечерами она садилась на широкий подоконник и смотрела на звездное небо, которое было так близко к ее 17 этажу, что казалось, можно рукой коснуться звезд. Она мечтала, как будут вместе с молодым человеком сидеть вот так же на подоконнике, согревая друг друга в объятиях и любоваться звездами, то подмигивающими, то исчезающими, то случайно падающими с небес. Вероника остановилась у одной из витрин и долго любовалась елочными украшениями. Вспоминала, как в детстве наряжали с родителями елку, как готовились к празднику, и слезинка покатилась по щеке. Так захотелось снова очутиться в детстве, ждать с нетерпением Деда Мороза, рассказывать ему стишки и с замиранием сердца смотреть, что же на этот раз он вытащит из своего огромного мешка, хранящего кучу разных неожиданных подарков. И каждый раз происходило чудо. Новогодний гость доставал из волшебного мешка точно то, о чем мечтала Вероника, хотя она никому не говорила о своих мечтах, а только тайно писала письма Дедушке Морозу. И она верила в чудо. Но в то, что этот одинокий Новый год сможет стать для нее радостным, поверить не могла. Не получалось. Вероника медленно побрела дальше и остановилась на трамвайной остановке. Яркий свет фонаря освещал летящие с небес снежинки, которые сверкали в этом свете, переливаясь, словно маленькие бриллианты. Вероника любовалась снежным чудом и попыталась поймать самую красивую снежинку. В одно мгновение несколько снежинок оказались на ладошке девушки. Она хотела загадать желание, но снежинки очень быстро таяли от ее тепла. Трамвая долго не было, становилось все прохладнее и девушка решила пойти пешком, чтобы не замерзнуть и не разболеться. Путь решила сократить и пройти вдоль старого парка. Время было уже вечернее. Вдоль аллей светили ярко фонари. Кое-где бродили парочки, обнявшись, несмотря на морозец и усиливающийся снегопад. Чем дальше шла Вероника, тем сильнее становился снегопад. И вдруг в конце аллеи на скамейке Вероника заметила сидящего Деда Мороза, ищущего что-то в своем мешке. Вокруг мела метель, а дедушка в красной шубе с белой бородой как будто отгородился от снежной стены невидимой преградой. Вероника попыталась понять, как такое возможно. Дедушка поднялся со скамейки и направился к ней. «Здравствуй, красавица! А я как раз тебя поджидаю!» Вероника обратила внимание, что теперь они вдвоем, словно огорожены от метели, незримым куполом. Это слегка смутило, но она смотрела на происходящее без капли удивления, словно такие вещи с ней происходили каждый день. А дед продолжил. «Подарочек у меня для тебя необычный. Вот, держи!» Он протянул Веронике маленькую снежинку, размером с горошинку, переливающуюся на свету, как будто подмигивающую. «Снежинка желаний! Хорошо подумай, прежде чем загадать! Снежинка эта лишь одно желание исполнит!» Девушка приняла подарок и не в силах оторвать с выгляда от этой волшебной снежинки поблагодарила дедушку, но его уже не было рядом. Вероника оглянулась вокруг. Вела метель, светили фонари. Проходили люди, кутаясь в пушистые воротники, и как будто не было никакого дедушки с мешком, словно промелькнуло видение. Вероника остановилась под фонарем, разжала кулачок, и на ладони засверкала та самая волшебная снежинка. «Значит, это правда!» Она снова сжала снежинку в ладони и, ускоряя шаг, поспешила к дому. Войдя в свою маленькую, но уютную комнатку, она скинула верхнюю одежду и поспешила убрать подарок в шкатулку, где хранились самые ценные вещички. Затем налила горячий чай, устроилась удобно на подоконнике, улыбнулась и, укутавшись в теплый плед, принялась наблюдать за летающими снежинками за окном. После этой странной встречи Вероника заметила, что настроение ее немного стало лучше. Она допила чай, спрыгнула с подоконника и достала снежинку из шкатулки. Долго держала ее в руке, внимательно разглядывая мелкие грани, искрящиеся теплыми лучиками, и вспоминала слова дедушки «Хорошо подумай, прежде чем загадать». Девушка задумалась, но произнести вслух желание так и не решилась. Убрала снежинку обратно в шкатулку и отправилась спать. Утром Вероника проснулась с грустинкой. 31 декабря. Она сразу вспомнила, что предстоит встречать в одиночестве Новый год, и слезинка защекотала века. По мере пробуждения вспомнилась и вчерашняя встреча со странным Дедом Морозом. Снежинка желаний. Вероника окончательно взбодрилась, вскочила с кровати и брусилась к шкатулке. Маленькая снежинка нежно искрилась, вызывая на лице улыбку, а в душе ожидание чуда. Девушка умылась, наскоро позавтракала и, собравшись в институт, уже с порога вернулась и взяла с собой волшебную снежинку. Весь день она держала подарок в руке, словно талисман, и казалось, что так и было. Подготовиться к зачету хорошо ей не удалось, но сдала, несмотря на это, на отлично. То ли настроение преподавателя было чудесным, то ли на самом деле талисман помог. Вероника понимала, что это все она придумала для себя, ведь дед назвал подарок снежинкой желаний, и исполнить она может лишь одно, да и то с трудом верилось, что ее желание сможет исполнить даже самая волшебная снежинка. Последний день уходящего года отчитывал последние часы. Вероника решила зайти в супермаркет, чтобы купить хоть какой-нибудь готовой еды для праздничного стола, но, увидев длинные очереди к кассе, решила отпустить эту затею. И уже если встречать Новый год в одиночестве, то и без праздничного стола можно обойтись. Она вышла из супермаркета, прошла немного вперед и остановилась в сторонке. Крепко сжимая снежинку в руке, решила не тянуть, а прямо здесь и сейчас загадать желание. Она открыла ладонь и принялась шептать заветные слова, но ветер выхватил из рук снежинку и мигом увлек за собой, не позволив Веронике договорить. Девушка расстроилась и принялась искать свою снежинку в сугробе, где ее взгляд привлекла торчащая из снега пластиковая карта. Вероника вытащила находку. Срок действия банковской карты был еще долгим. Обронили ее, видимо, совсем недавно, потому что снегом завалить ее еще не успела, хотя был сильный снегопад. Вероника огляделась по сторонам, вокруг никого не было. Она еще раз попыталась отыскать снежинку, но ничего не вышло. Только руки замерзли до той степени, когда хотелось бросить все и бежать домой, чтобы укутаться в своем любимом пледе, налить горячий чай и окунуться в мечты, где все складывалось более гладко, чем в жизни. Вероника положила карточку в карман, решив отнести ее после праздников в банк и отправилась домой, где ее ждали небольшая елочка, которую она нарядила еще в начале декабря, гирлянды и мягкий медвежонок, подаренный Дедом Морозом в ее пятилетний Новый год. Пока закипал чайник, девушка задумалась и вдруг вспомнила про найденную карту. А что, если человеку нужна эта карта срочно? Праздник все-таки! Вдруг у него хранятся на ней все деньги? Веронику словно кипятком ошпарила, она немного подумала и открыла ноутбук. Нашла в социальной сети городскую группу и написала сообщение. Прошу максимальный репост. Найдена банковская карта рядом с супермаркетом. На имя Денис. Фамилию указывать не буду, хозяин сам поймет. Звоните по телефону в любое время. Уже через 30 минут раздался телефонный звонок. Добрый вечер! С наступающим! Звоню по объявлению. Я карту потерял. Добрый вечер! И вас с наступающим! А фамилию свою назовите, пожалуйста, которая на карте указана? Федоренко! Нет, простите, я нашла карту с другими данными. В трубке пошли гудки, а Вероника почему-то облегченно выдохнула. Голос на том конце показался ей неприятным и встречаться с этим человеком ей уже заочно не хотелось. Стрелки, казалось, ускоряют свой бег по мере приближения окончания старого года. Пошло начало 11-го, когда телефон вновь зазвонил. Это были родители. После общения с ними на душе стало еще тоскливее, и раздавшийся вскоре еще один звонок заставил вздрогнуть от неожиданности. «Алло!» Ответила Вероника дрожащим голосом. «С наступающим Новым годом вас, милая девушка! Прочел объявление по утерянной карте и очень надеюсь, что это именно моя. Меня зовут Денис Волочаев. Сегодня был в супермаркете Парус. Возможно, там и потерял. Последние цифры на карте 2904». Четко назвал все данные приятный голос. «Да?» Взволнованно ответила Вероника, все еще пребывая в каком-то смутном состоянии. «Это действительно та самая карта. Можете подъехать по адресу». «Отлично!» «Огромное вам спасибо!» «Подъехал на заправку, а карты нет. Хотел запостить объявление о пропаже, а там ваше, о находке. В течение часа подъеду, если вы не против». «Да, конечно, приезжайте». Вероника нажала на кнопку сброса и почувствовала необъяснимое волнение, переполняющее все внутри. Она чувствовала, что должно произойти что-то очень важное, что-то, что изменит ее жизнь в эту самую волшебную ночь, которая хоть и обещала быть одинокой, но предвещала все же какие-то грандиозные перемены. Вероника надела новое платье, которое прислали ей родители, сделала прическу и нанесла легкий макияж. Затем подошла к окну и обратила внимание на незнакомый автомобиль, подъехавший к ее подъезду. Высокий молодой человек, выйдя из машины, надел капюшон с лохматой опушкой и направился к подъезду уверенным шагом. Что-то екнуло внутри. Вероника почувствовала легкий румянец и подошла к двери с картой в руках. Дверной звонок как будто сковал ее движение. Она долго не могла решиться открыть дверь и лишь после второго звонка медленно протянула руку к замку и повернула ключ. Осторожно приоткрыв дверь, она выглянула и словно застыла на месте. На пороге стоял тот самый молодой человек, чей образ часто видела она во сне, которого встретила случайно в родном городе год назад. Он тоже немного смутился и слегка защурив глаза, внимательно смотрел на Веронику. «Добрый вечер», — наконец-то он начал разговор. «Милая незнакомка, я искал тебя целый год в лицах прохожих в городе своего детства, а встретил здесь, куда занесла меня неожиданно командировка, настолько срочная, что…» Он замолчал и внимательно смотрел на Веронику, которая боялась даже пошевелиться. «Тебе не холодно в легком платье?» — спросил Денис, и лишь теперь она почувствовала дрожь по всему телу. «Да, прохладно», — тихо произнесла она. «Входите». Молодой человек вошел и остановился на пороге. Вероника протянула ему карту. «Вот, ваша карта. Я случайно ее нашла». «А может, не случайно?» — улыбаясь, спросил он и огляделся вокруг. «А ты с кем встречаешь Новый год?» «Теперь я даже не знаю», — смутилась Вероника. Думала, что одна. «Ясно. Тогда жди меня, я скоро». Через несколько минут Денис вернулся с большим пакетом. «Предлагаю встретить вместе Новый год. Я тут как раз салаты разные набрал, фрукты, шампанское. Тоже думал, что один буду праздновать. Но судьба привела меня к тебе». Вероника молча улыбалась. «Да вы проходите, не стойте на пороге». «А, давай на ты. Ну, я всего-то лет на пять тебя постарше». «Хорошо, давай, Денис. Меня зовут Вероника». «Милая Вероника, я так долго тебя искал. Ты знаешь, я единственный раз ехал в автобусе, когда увидел тебя. Моя машина была в ремонте, и, увидев тебя, стоящую на остановке, я понял, что пропал. Просил водителя остановить, но он не поддался никаким уговорам. Я вышел на следующей остановке и побежал обратно. Но тебя уже не было. Писал сообщения в группах, просил откликнуться, но ты не находилась. А я была просто уверена, что судьба приведет нас друг к другу, где бы мы ни находились. Они вместе накрыли на стол, а когда стрелки приближались к полуночи, Денис открыл шампанское и вытащил что-то из кармана. Знаешь, сегодня на заправке ко мне подошел очень странный дед, Мороз, и подарил мне вот эту милую вещицу. Он протянул на вытянутой ладони ту самую снежинку желаний. Сказал, что можно загадать одно желание. Так вот, я предлагаю загадать желание на двоих, давай? Вероника молча кивнула. Чтобы вот так, вместе, счастливо, всю жизнь! Произнесли они дружно вслух и посмотрели друг другу в глаза. Как думаешь, способна эта штучка наше желание исполнить? Недоверчиво, разглядывая снежинку, спросил Денис. «Уверена, что исполнит, даже не сомневайся!» Ответила Вероника, загадочно улыбаясь. «Ну, тогда с Новым годом нас! С новым счастьем!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...